По 25 вагонов в час пик и по три ночью проходят мимо дома номер 11 по улице Лева Толстого. Это востребованная линия, но жильцы этого подъезда от такого соседства испытывают серьезный дискомфорт. Потолки вот так вот тряслись все время. Женщина приходит сюда нянчить внука, а раньше жила в одной из квартир этого подъезда, своеобразного. Он словно пристрой к высотке и на первом этаже офисы. Офисы только-только внизу, а там всегда были квартиры. На втором этаже, да? На второй, третий этаж всегда были квартиры. И всегда трясло всегда? Всегда трясло. А жаловались? Мы-то не жаловались, ну как это, даже и не знали, ладно. Молодежь, она более-менее такая продвинутая. Жалоба в ИЖГЭД пришла в апреле 2020 года. На место с проверкой вышли специалисты Роспотребнадзора. Мы пришли в квартиру вечером. С помощью рулетки мы определяем три точки, распределенные по квартире. Открываем форточки, так как источник шума вне. Направляем микрофон на источник шума. И вот на высоте примерно полтора метра мы делаем замер. До тех пор, пока трамвай проезжает, мы делаем замер. Для жилых помещений предельная норма в ночное время суток – 30 децибел. Она была нарушена. Нарушение зафиксировали. ИЖГЭД получил штраф, с которым не согласен и приводит свои замеры. Не в децибелах, в метрах. Получается, что у нас расстояние от оси пути менее 7 метров от здания. Транспортники объясняют, в 7 метрах от линии разрешено ставить нежилые помещения. Этот пристрой, по их мнению, таковым и являлся, пока неожиданно для них не получил статус жилого. Проектировалось, согласовывалось с нашим предприятием, но как нежилые здания. Но в дальнейшем было переведено в жилой фонд. Дом номер 11 – необычной конфигурации. Его высотная часть отстоит от линии на нормативные 20 метров. И жалоб оттуда не было. А трехэтажная секция почти в три раза ближе к путям. Еще один аргумент транспортников – рельсы здесь появились на 24 года раньше, чем дома. Вот когда и кто признал трехэтажный блок жилым, мы спросили администрацию Ижевска. Из Управления архитектуры и градостроительства пришел письменный ответ. В нем сказано, в архивах такая информация отсутствует. К делу подключилась прокуратура. В рамках проведенной проверки прокуратуры района будет дана оценка действиям контролирующих органов. Вопросы передачи и перевода помещения из нежилого в жилое. Прокуратура района направлена запросы в компетентных органов, в том числе органы суда, по вопросу дачи оценки перевода из нежилого помещения в жилое данного пристроенного помещения. По данным Ижгет, в Ижевске – это единственный адрес, где здание, в котором живут люди, расположено в 7 метрах от линии. Другие дома от путей стоят дальше, и появились они, когда не было таких нормативов, плюс строились как жилые с основательным фундаментом. В этом году транспортники при ремонте путей будут применять шумопоглощающие технологии. А рядом с домом на Льва Толстого трамваем предписано ехать медленно, чтобы меньше шуметь. Что касается переноса линии, власти сообщили генеральным планам Ижевска на территории культбазы. В перспективе предусмотрена иная трассировка трамвайных путей. Правда, ни проектирования, ни сроки строительства пока не определены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова